Здравствуйте! Ставропольский край! Мы продолжаем наши прямые включения с разных всевозможных точек проведения российской студенческой весны. И сейчас находимся в Ставропольском театре драмы, где только что завершили свое выступление гости из Челябинска. Название их региональной программы «Маленькие истории большого города Че». Я, пожалуй, не буду долго рассказывать, сразу перейду к самому интересному. Пойдемте, я вас с ними познакомлю. Вы посмотрите, какие красивые, какие талантливые, невероятно хорошие ребята. Вы, к сожалению, уважаемые телезрители, не слышали, что буквально пять минут было на сцене, но я-то слышала, и у меня мурашки пробегали по кожах. Хочу спросить, может быть, а капелла, ребят? Мы другую песню спрятали. Хорошо. Где на дрожью спелой новый день встает? Где березы белые водят хоровод, Где зари вишневой из ковша напьюсь? Это там, где я родился, это Русь. Где на травы утром парает роса, Где озера, будто синие глаза, Где я в луны голос крикнуть не боюсь. Это там, где я родился, это Русь. Где цветут ромашки и чиста вода, Где за дверью каждой роды вам всегда. Где набрался силы и куда стремлюсь, Это там, где мой дом. Это Русь, где ко мне девчонка Босиком бежит, Где легко и звонко Жить хочу прожить. Где душой с природой полностью сольюсь, Это там, где я родился, это Русь. Это там, где мой дом, Это Русь. Я вам обещала мурашки по коже, уважаемые телезрители. Так вот же они. Как эмоции? Расскажите, как выступили? Что чувствуете? Как довольны собой, недовольны собой? Рассказывайте, ребят. С вами мы еще поговорим. Рассказывайте. Сценический восторг, что еще сказать. При хорошем звуке, при приятной атмосфере, Не испытать чувство наслаждения от выступления очень сложно. Как вам у нас в Ставрополе? Замечательно. По сравнению с погодой, Это просто очуменно. И очень все в зелени, Тепло, красочно. Хочется остаться здесь. Здесь лето хотя бы есть. У нас правда лето есть. Замечательный город, совершенно. Мы очень надеемся, Что вы к нам обязательно вернетесь. Спасибо вам большое за вот это сейчас выступление капелла. Потому что это было правда потрясающе. Вы такие талантливые. Спасибо вам огромное. Спасибо. Хочу поговорить с руководителем коллектива. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваше представление называется «Маленькие истории большого города Че». В какой смысл в это название вложен? Че – маленькие истории, но большие люди в Че живут. Замечательные, творческие, креативные, интересные, умные, мудрые, добрые, разные. Как, собственно, мы все с вами люди. Все разные. Как выступление прошло? Как оцениваете? Нормально. Не без технических проблем. Были проблемы. Не все удается, к сожалению. Подчас это делается на ходу. Очень много коллективов. Их надо в одно единое целое свести. Ну, в целом, неплохо. В целом, неплохо. Спасибо вам большое. Я лично вами очень довольна. Спасибо вам за такой коллектив. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Я вас отпускаю. Спасибо огромное. Аплодируйте все присутствующие. Вот как мы убегаем. Стесняются. Но не без этого, конечно. Не артисты. Артисты же только что выступили. Я хочу сказать, что вот эти ребята, с которыми мы только что с вами разговаривали, это просто гордость всей Челябинской области. И вот такую гордость привезли каждые регионы, которые к нам всегда в гости приехали на российскую студенческую весну. Потому что номинация региональной программы – это самая сложная номинация, которая включает в себя практически все виды и жанры искусства. Здесь и вокал, здесь и театральные постановки, цирковое представление. И вот всем вот этим большим, грандиозным спектаклем ребята показывают национальный колорит своего региона, показывают гордость своего региона. И из-за того, что очень сложная постановка, баллы в российской студенческой весне отдаются тоже высокие по именно этому направлению, по региональной программе. Поэтому и держим кулачки за ребят. Это было просто потрясающее выступление. А вы, уважаемые телезрители, можете посмотреть выступления других регионов в региональной программе. Трансляции ведутся постоянно, каждый день, уже третий день. На сайте российской студенческой весны, вконтакте, в инстаграме, конечно же, stories тоже выкладывают. И в приложении прямая трансляция не пропустите. Я хочу отметить, что... Вот я пыталась так вкратце вам объяснить, что здесь только что происходило. Вот это все, что говорила про мурашки. Это только часть потрясающего шоу, которое ребята здесь привезли. Они действительно ничуть не уступают самым профессиональным артистам, известным. И в членах жюри, кстати, сидели тоже очень известные люди. Это Максим Лохно, он продюсер, режиссер и постановщик современных шоу, просто потрясающих современных шоу, хочу вам сказать. И Елена Гущина, чемпион высшей лиги КВН и еще другие очень известные люди. Поэтому ребята, конечно же, волновались, очень волновались. По ним было видно, но справились, по-моему, на отлично. Уважаемые зрители, вот так я разрекламировала, проанонсировала то, что здесь сейчас происходило. Поэтому призываю вас тоже не оставаться в стороне. Ведь все творческие площадки абсолютно бесплатны для посещения. Вход свободный. Приходите, занимайте лучшие зрительные места в зрительном зале. И просто смотрите эти потрясающие мини-концерты, мини-спектакли, которые ребята показывают. Все ребята самые талантливые, самые лучшие со всей нашей необъятной России. Поэтому в ДК, в Дворце культуры и спорта профсоюзов, пройдет следующее выступление. В 16.00 ребята из Санкт-Петербурга покажут свою региональную программу. Далее будет Ульяновская область, Ростовская область и Приморский край. Поэтому не пропустите, уважаемые телезрители. Также я напоминаю, что это последний день творческих конкурсных площадок, конкурсных смотров. Поэтому тоже призываю вас просто не оставаться в стороне от всего этого действия. Российская Суджинская весна пришла в город Ставрополь. Продолжают свою работу на так называемые интерактивные площадки, которые расположены на Александровской площади города Ставрополя. Там показывают ребятам, приезжим, национальный колорит нашего большого Северного Кавказа. Также все, кому интересна журналистика, могут прийти сегодня в 20-й корпус СКФУ. На Пушкино-1 он находится. И встретиться с Алиной Сааковой. Это специальный корреспондент программы «Доброе утро» на Первом канале. Творческая встреча пройдет сегодня в 19.00. Не пропустите, будет интересно. Ну а в 8 вечера, конечно же, на главной площади нашего большого Ставропольского края, на площади Ленина, концерт «Мото» с «Зажжем». Встретимся там. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»